Были 10 дней назад и пришли вновь. О своих недовольствиях по поводу ремонта памятника советской эпохи представители общественной палаты региона начали заявлять еще на подходе к Ленинскому мемориалу. Я прошел, посмотрел подходы к площадке еще в июле месяце прошлого года. И мы сделали замечание, что подходы, наличие ступеней, в каком состоянии накрыться, площадки, там поубиваться можно, проходя. И говорил о необходимости городу, конкретно Ульяновску, определить свою позицию в этом части и синхронизировать работы по благоустройству прилегающей территории к мемориальному комплексу. Однако на замечание и предложение никто из властей города не отреагировал. К слову, представителей местной администрации не было и на встрече с общественниками. Облагораживание территории не единственный вопрос, который волнует комиссию по ЖКХ, строительству и благоустройству палаты. Не дают покоя активистам также отсутствие сетевого графика и рабочих на строительной площадке. Я был 10 дней назад. Кроме А, календарного графика, нет ничего. То есть фактически я понимаю так, что объект сегодня брошен должным образом со стороны внимания и А, депутатского корпуса как такового. И очень отрадно, что пришел новый губернатор и уже побывал на этом объекте. И я понимаю так, что он тоже обеспечен тем, что сделано. Отправились общественники тем же путем, что и глава региона. Для начала заглянули в подвал. Святая святых инженерных коммуникаций, вентиляционных установок. Из сетей в полном объеме готова теплоподача. Прошлой зимой мемцентр отапливался уже с помощью обновленной системы отопления. Обеспечение надежности, влажности. Это очень важно, потому что у нас музейная часть, там требуют определенных условий. Вот сегодня эта система подготовлена в полном объеме. Сейчас идет, вы видите, что трубопроводы все заканчиваны, заканчивается система обвязки воздуховодами. Более детально на вопросы общественников, инженеры, строители и подрядчики отвечали не на ходу. На заседании в одном из залов Ленинского мемориала наконец-то прояснилась ситуация по отсутствию сетевого графика работ. Никак, никакой сетевой график здесь не подходит. Ни на одном объекте реставрация его не делает. Объясню почему. Это этапность. При вскрытии чего-либо появляется дополнение к проекту. Появляются дополнительные сметы, которые должны пройти экспертизу. А, как мы знаем, сетевой график делается на основании проекта и сметы. А вот благоустройство территории объекта культурного наследия в контракты не входит. Прорелись света на вопрос по задержке мрамора из Челябинского месторождения. Этими плитами выкладывают фасад здания, как и 51 год назад. При, вот, с таким связанным с ковидом деятельностью, были приостановлены работы самого производства. И продление контракта, они просили о продлении контракта до октября месяца. Сейчас этот вопрос урегулирован. И последние поставки мрамора нам ожидаются к 20-м чистому августа. Все основные работы, инженерные сети, фасады и кровли мемцентра по плану должны быть отреставрированы осенью этого года. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова